В последние недели очень часто поднимают вопрос о проблеме отсутствия школ в районе Кольное. Несколько лет назад этот район стал активно застраиваться высотками. Но ни застройщик, ни администрация города не позаботились о какой-либо социальной инфраструктуре, кроме парковки под окнами. Не построили ни одной поликлиники, лишь одну школу открыли в 2013 году. Но ее сейчас не хватает. Поэтому было решено построить еще одну школу. Но из-за отсутствия мест в Кольном все застроили. Спроектировали ее в лесопарке. Конечно же многие отнеслись к этому с негативом, ведь сегодня в лесопарке построят школу, а завтра еще пару высоток. Но самое главное, новая школа будет располагаться далеко от многих домов в Кольном. Детям придется переходить Солочинское шоссе. Для этого власти решили построить надземный переход. Илья Варламов уже может плакать. Господи, что это за срань такая? Нахрена такие заборы? Реально запар какой-то. Ну что это такое, а? Для чего? Поэтому активисты предложили альтернативный вариант. Школу построить на месте водоканала, а его переместить на место троллейбусного депо номер один. Любимов заявил, что на месте депо хотят построить школу, хотя я считаю, что пусть уж лучше переносит туда водоканал. А в центре города школа больше нужна на улице Чапаева, где исторический район подчистую уничтожили муравейниками. Альтернативу переноса водоканала на месте автоколонны 1310 я не поддерживаю. Автобус же надо возрождать, ему нужно место. Хотя в целом перенести водоканал на улицу Дзержинского или на место училища связи, которые тоже предлагали, отличная идея, я считаю. А на Касимовском шоссе построить школу. Правда, власти заявили, что перенос водоканала обойдется аж в миллиард рублей. Откуда такие цифры? Да и вообще заявили, что активистам лучше помолчать. По какой причине власти стали так рьяно защищать идею строительства в лесопарке, не ясно. Зато ясно другое. Одной школы мало. Необходимо более трех тысяч мест, а новая школа обеспечит только чуть более одной тысячи. Давайте рассмотрим другие предложения. Изначально хотели строить школу в противоположной части района, на реке Быстрец. Да, на речке. Ее хотели осушить или спрятать, но потом выяснилось, что река может размыть землю под школой и строительство опасно. Тем не менее, в этой части Кального также требуется школа и построить ее там проблематично. А для реализации следующих вариантов требуется желание власти улучшить ситуацию и особенно силу воли. В свое время для решения этой проблемы новая газета предлагала построить школу на месте швейной фабрики на улице Свободы. Чисто теоретически здание можно было бы и оставить снаружи, а внутри перестроить. Однако местоположение у этого здания для Кального тоже неудобное, но как альтернатива строительству в лесопарке пойдет. Еще можно построить школу ближе к Окея. Ну, во-первых, рядом оживленное Муромское шоссе, а во-вторых, строительство там опасно из-за близости к реке. Ну и не забываем, что застройка Кального продолжается, а это значит, что даже трех новых школ вскоре может не хватить. По-хорошему, все, что можно остановить, лучше останавливать. Например, пресловутое строительство 26-ти этажек на Фирсово и Есенино вместо Барса. Если это реализуют, то произойдет катастрофа еще и в транспортном плане. Поэтому надо остановиться, а на месте того же Барса можно и школу построить. Правда, опять же, далековато и проблематично, но, увы, как мы видим, ближе не выйдет. Застроили все кольное, места нет. Продолжение следует...